МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Сколько человек у нас? Водители и врачи, и врачи, и врачи". Современные и комфортабельные. 13 новых автомобилей неотложной помощи переданы Одинцовской областной больнице. В округе успешно реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы. У нас по плану на все машины поставить ГЛОНАСС, на все, которые есть в гараже, соответственно, и на них тоже поставим в ближайшее время. Будем видеть, где машина, пробег машины, будем видеть, соответственно, рациональный, нерациональный, и тем самым будем, конечно, как-то уже адекватно выстраивать работу гаража. Эти 13 машины будут использованы для неотложной медицинской помощи, соответственно, для оказания помощи на дому, в сегменте неотложного вызова. Они, соответственно, пациентов переводить, эти машины не будут, это только для медработников, для забора анализов, для вызовов на дом, соответственно, для забора материала, в том числе по COVID-19, а также, соответственно, для обеспечения лекарствами пациентов на дому. Андрей Фадеев отметил, что новые автомобили помогут выполнять до 30 вызовов в смену. Надежность и вместительность «Лады Ларгус» – важное качество для обслуживания неотложных вызовов. Современное оборудование появилось и в Одинцовской подстанции скорой медицинской помощи. Аппаратура, кстати, вентиляционная, очень хорошая, одна из лучших. И очень хорошая отстость здесь. Когда у нас бывают операционные синдромы, особенно маленькие дети, и вот это помогает, конечно, вот эта аппаратура. Аппаратура все навесит. То есть для детей она тоже подходит? Конечно. Глава округа Андрей Иванов осмотрел пять новых машин скорой помощи, которые больница получила по губернаторской программе. В кабине два фельдшера и водитель. Вся необходимая аппаратура, медикаменты и вперед на вызов. В чехле это монитор с функцией дефибриллятора. То есть он работает по принципу стрельнул и отошел. Он сам накладывает с электрода, сам определяет параметры, необходимые для проведения той или иной манипуляции. Глава муниципалитета оценил качество проведенного на подстанции скорой медицинской помощи ремонта. Для сотрудников были закуплены холодильники, бытовая техника, а на улице отремонтировали крыльцо входной группы, фасады. По итогу осмотра Андрей Иванов отметил качество выполненных работ.